Так, ну, пока все подтягиваются, сейчас попробую себя поймать чуть-чуть, чтобы более-менее было видно. Ну, пока подтягиваются, я хочу рассказать немножко о своей собственной истории, как я начала писать видеоролики свои самые-самые-самые первые. Хочу сказать, что у меня тоже был большой страх. Я помню, что как я взяла в руки видеокамеру. В принципе, очень сильно-сильно готовилась к этой записи, достаточно серьезно, учила прямо наизусть от и до. И так получилось, что выучила я свой собственный текст, подготовила себе фон, встала и включила камеру, и, естественно, я все напрочь забыла. Привет, Ольга! Подсоединяйся к нам, мы ждем остальных, и я потихонечку рассказываю о своей истории. Так, ну вот, Марина к нам подсоединилась, вот замечательно. Ну вот, я сейчас начала рассказывать свою историю по тому, как я снимала свое собственное первое видео. Я начала, включила видеокамеру, и я понимаю, что вот мой собственный текст, который, в принципе, он был не очень большой, но я его напрочь забыла. Вот настолько забыла, что прям, вот, страх, видать, этой самой камеры у меня сильный был. И я не знала, о чем говорить. Я выключила камеру, подошла к листочку, я понимаю, что я текст знаю абсолютно хорошо, и абсолютно прям чуть ли не в слово в слово, включаю обратно камеру. Подхожу к... да, 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 подхожу обратно к стенке, как говорится, к фону. Включила, улыбнулась, посмотрела, начала говорить, как говорит, понимая, что я запинаюсь, причем запинаюсь на каждом слове, и я подхожу опять, выключая камеру, как только выключаю камеру, я начинаю хорошо говорить. Как только я включаю камеру, все, как будто, как будто, что куда-то, что-то убежало. Ничего понять не могла, и в итоге промучилась часа два-три, очень сильно промучилась, и в итоге у меня получился с горем попалом какой-то видеоролик небольшой, то ли на полминуты, то ли на минуту, что-то такое. И я посмотрела, если честно, он мне не очень понравился, я его удалила. Когда пришло время мне снова снимать, я помню свой, собственно, первый опыт, и я сказала, что я не буду. Вот Марина, наверное, помню, помнишь, мы делали презентацию для нашего проекта, и я делала мультик, потому что я боялась записывать, что я забуду все слова, и чтобы не выходить на прямой эфир, ну, в смысле, в прямую, я решила по-другому, я сделала, создала собственный мультик, мне было гораздо проще, и там буквально было, не знаю, минут на пять, может, пять на семь мультик, но я звук, звук, я боялась даже звук записывать, но записывать примерно, это было в ванне, это было в ванне, потому что я пыталась звук сильно-сильно как бы отсоединить от домашнего, да, и я записывала звук, который на пять, на семь минут было мультиков, наверное, часа три, и это не только помнишь, а я его еще и сделала. В итоге, в итоге получилось так, что я этот видеоролик сделала все-таки, и записывала частями, частями, то есть у меня не получалось никак записывать, я каждый кадр записывала в отдельности. Когда я его соединила, у меня звук был ужасный, звук изажный, ужасный, и мне пришлось его перезаписывать. В итоге, я потратила кучу, очень много времени, и, с говорим, пополам этот ролик сделала. Но сам процесс интересный. Как только этот ролик сделала, он у меня был второй. На самом деле, до этого я, ну, боялась сама видеокамеры, и мой видеоролик разошелся по интернету, как прям вот по щелчку пальцев. И я поняла, что, в принципе, тут ничего такого сложного нету, и стала просто-напросто выходить и делать вот такие вот видеозаписи. Хочу сразу сказать, что если вы, допустим, новичок, и боитесь видеть, делать видеоролики, то первоначально, самое-самое-самое первое, то, что нужно сделать, это просто принять свое собственное решение. Как только вы приняли свое собственное решение, все, вы на этом, это вот решение прям держите в голове. У вас не должна быть ни отговорки, то есть, ну, вот у меня нету камер, это не отговорка. Есть, у вас телефон есть, у нас сейчас, наверное, даже первоклашки, даже не первоклашки, я знаю, что у меня племянница, ей сейчас 6 лет, она вот только-только пойдет в школу, даже у нее есть уже телефон, и она уже в состоянии снимать себе видеоролики. Мы достаточно взрослые люди, почему мы не можем снимать видеоролик? Поэтому камера, это не отговорка. Берем телефон и идем куда-нибудь, не знаю, если не боитесь дома, выходите на улицу и снимаете. Также я хочу сказать, что видеоролик, вот в частности для бизнеса, он очень-очень достаточно выгодный. Объясняю, почему. Потому что человеческая натура, человеческая натура, она достаточно такая ленивая, ей проще почитать, не сказать, ей проще посмотреть, чем почитать вот тот же самый пост. Обратила внимание, что вот у меня в социальной сети есть и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке, и в Инстаграм, и я Ютуб-канал, в принципе, завожу. И в принципе, я обратила внимание, что именно видеоконтент, видеоконтент смотрят, нет, конечно, посты тоже смотрят, и причем хорошо смотрят, и читают меня хорошо. И у меня даже есть такие читатели, такие подписчики, которые просто-напросто, ну, меня читают, и никак не реагируют, но потом-потом в личку пишут, ну, такие вот вещи интересные, то есть они никак не проявляются, а вот в личке вот проявляются. Это тоже своеобразный такой опыт. А по поводу видео, я обратила внимание, именно по статистике, что видеоролики смотрят гораздо чаще. То есть мы тем самым, при помощи видео, мы привлекаем к себе потенциальных клиентов, мы видим человека вживую, то есть и такое ощущение, что мы же сейчас в интернете все работаем, и вот когда мы смотрим видеоролик, то получается такое ощущение, что человек сидит просто-напросто напротив. А если он увидит вас раз-то, ну, не раз-то, ну, два, три, четыре, и когда он вас увидит еще раз, то, в принципе, он вам доверяет, потому что он просто-напросто вам знает. И получается, что, в принципе, видеоконтент, он доверие вызывает гораздо больше, чем тот же самый, 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 самый лучший пост. То есть плохой видеоролик, если сравнивать, и хороший-хороший пост, вот они стоят на одном уровне. А если сделать, допустим, хороший видеоролик, и хороший, не сказать, и хороший пост, то видеоролик, по сравнению с постом, выиграет. Это первый момент. И я хотела вам рассказать 10 ошибок по видеомаркетинге. Я здесь записала, чтобы не забыть, поэтому немножко буду поглядывать и рассказывать. Но первая ошибка, это вот, что мы привыкли записывать очень большие и сложные тексты. Да, моя солнца? Нормально. И мы привыкли записывать сложные видеоролики, сложные видеоролики, что, в принципе, по тексту не очень всем понятно, поэтому, когда вы будете записывать свои видеоролики, то, ну, я вам советую, прежде чем записывать видеоролики, написать это все дело по бумажке. Потом перечитать. Посмотреть, насколько это воспринимается, да, и если, в принципе, это понятно будет даже ребенку, тогда есть смысл, ну, наговаривать текст именно на видеокамеру. Если это будет сложновато, то лучше текст переделать. Второй момент, это то, что наша задача, это в одном видеоролике, то есть вы задаете вопрос, и в одном видеоролике вы рассказываете именно об этом вопросе, то есть никакой абсолютно воды. Ни влево, ни вправо. Один видеоролик, один, соответственно, вопрос, один, соответственно, ответ. Следующий момент, это отсутствие на фирменном стиле. Обратил внимание, что есть у нас эти вики, есть у нас и безусмены хорошие, которые пишут превосходные видео за любую из-за прям. Но, когда смотришь на картинку, если честно, не очень охота открывать. Поэтому, я думаю, что... Ну, вот, видели такие ролики, нет? Кто-нибудь видел, допустим, вам нужна какая-то тема, вы забиваете на YouTube-канале, и у вас появляются картинки интересные, да, которые хочется открыть, и такие картинки, которые, ну, взяты из кадра того же самого видеоролика. Видели, нет? Кто-нибудь, походу, никто не видел. Ну, ну, неважно. Я хочу сказать, что... Оля у нас видела. Я хочу сказать, что вот эти превьюшки, красивые вот эти превьюшки, они достаточно привлекают гораздо больше, чем если мы сделаем заставку именно из видеоролика. И, в принципе, эти превьюшки делаются очень легко и и самое главное знать, где и как и по каким размерам. А следующая ошибка, которую очень часто делают и новички, кстати, и те люди, которые занимаются бизнесом, но не имеют такого большого опыта, это нельзя продавать в лицо. то есть очень часто опять же вижу, когда сетевик в этом видеоролике прямо напрямую продает свой собственный бизнес, успешный успех. Ладно, маркетинг-план там рассказать, там, ладно, еще что-нибудь, но тут прям галимая реклама, и я вам хочу сказать, что когда вам будут продавать именно напрямую, даже если вам 100% это надо, вы все равно от этого откажетесь, потому что человек не привык, чтобы ему втюхивали, поэтому нужно продавать более лояльно, и видеоролик вам поможет. Дальше смотрим. Нет так называемого призыва девствия. Хочу сказать, что у каждого поста, у каждого видеоролика должен быть своя собственная задача. Я все время спрашиваю, вот, ты написал видеоролик, ты записал пост, какая задача данного поста, какая задача именно данного видеоролика. Но, если честно, я очень редко слышу ответ именно зачем человек пишет и зачем человек снимает видеоролик. Прежде чем писать тот же самый пост, прежде чем писать тот же самый видеоролик, вы должны понять, для чего вы это делаете и кому это вы делаете. Как только вы ответите, вы, в принципе, поймете задачу и поста, видеоролика, вам будет достаточно проще, и в конце обязательно нужно сделать какой-то призыв. Если это там, ну, скажем так, ну, видеоролик мы записываем например, о себе, ну, попросите хотя бы лайкнуть вас там, или оставить комментарий, или там, то есть, все равно пост или видео, он для чего-то должен быть. И призыв действия обязательно в каждом видеоролике должен быть присутствовать. поехали дальше. Видео слишком длинное. Действительно, на самом деле это так. И опять же, повторяюсь, у меня есть и социальные сети ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке. Также в Инстаграме я выставляю те же самые видеоролики, ну, и в том же самом в Ютубе. И, ну, в Телеграм-канале тоже самое, в принципе, можно. Ну, там отдельная тема получается. И я обратила внимание, что вот на Фейсбуке, на Фейсбуке, особенно на Фейсбуке, видеоролики очень хорошо смотрятся. Но, если они маленькие, если в пределах там минуты, ваш видеоролик будет смотреться постоянно. Если он будет 2-3 минуты, ваш видеоролик просто никто не откроет. Одноклассник, они более такие лояльные люди, и они с удовольствием смотрят ваши видеоролики, тоже я не вижу смысла на них сильно прям большой контент, тоже в пределах минуты для одноклассников будет достаточно. Для ВКонтакте то же самое. Люди не очень смотрят эти видеоролики, именно большие. В пределах минуты, в пределах минут, они с удовольствием вас послушают, вас посмотрят. И также в Инстаграме. В Инстаграме там хоть и разрешенный где-то видеоролик до минуты, в Инстаграме желательно укладываться в пределах 30 секунд. Хотел сказать минуты, секунд. Насчет Ютуб-канала то же самое. Видеоролик не должен быть очень большой. оптимальный вариант это максимум 5 минут. Если вы там прям крутой делаете контент, прям хороший, то да, который действительно эта тема будет интересна, он, конечно, будет смотреть. А для остальных этот видеоролик будет просто-напросто пролистываться. Так, естественно, это плохое качество. Опять же, если плохое качество, сколько раз обращаю внимание, даже если мне тема интересна, даже тема интересна, я просто-напросто закрываю и ищу другую ролик. Поэтому на качество обращаем очень сильно внимание, потому что от качества зависит и соответственно просмотрим. Также оптимизация видеоролика. Я не знаю, знаете, это вы слово или нет. Я знаю, что на Ютуб-канале нужно не просто загрузить, там есть специальная загрузка, нужно специально оформить его так, чтобы он, Ютуб-канал, продвигал ваш видеоролик именно через интернет, именно через те же самые поисковые системы, самостоятельно, бесплатно. А для этого нужна оптимизация, как Ютуб-канала, так же и видеоролика. Если вы об этом не знали, то знаете, оптимизировать ваш видеоролик нужно постоянно и каждый ролик. Так, еще такой момент, что очень часто люди забывают, что они записали видеоролик, загрузили его на Ютуб-канал и думать, что Ютуб-канал будет продвигать сам. На самом деле нет. Все равно нужно, когда у вас конечно Ютуб-канал будет раскручен, когда много лайков, когда много комментариев, когда много подписчиков, конечно, это будет проще. А когда мы просто начинаем, то нам естественно нужно продвигать и не только Ютуб-канал, но соответственно все видеоролики поэтому как только вы загрузите видеоролик то первое что вы должны сделать во всей вашей социальной сети берем ссылочку делаем пост и отправляем их в ваши социальные сети пусть ваши друзья ваши подписчики смотрят но и последнее это мало роликов на самом деле вот когда вы будете на youtube канал загружать два три ролика причем если вы будете загружать таким образом что определить время допустим вторник четверг и ну не знаю субботу в 16.00 по москве и вы каждый турник каждый четверг и субботу в 16.00 будете выставлять видеоролик я вам хочу сказать что youtube канал на вас посмотрит и вот этот видеоролик при там когда люди будут писать выдавать вы будете выдавать вас будет ваш видеоролик именно одних из первых я думаю что есть смысл заморочиться записывать видеоролик хотя бы два раза в неделю и выпускать их именно в конкретно определенное время так вопросы есть какие-нибудь это все 10 вот ошибок которые делают не только новички но и средние такие вот люди сетевики нет вопросов